Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Ну, в общем, я могу так сказать, уже точно, величайшая творческая единица современности. Спасибо. Одна из самых-самых лучших в нашей стране. Дин, очень давно тебя ждали, потому что поводов ты периодически даёшь, достаточное количество хороших для встреч, для бесед. Ну и без поводов, конечно, с тобой невероятно интересно. Но, однако, встреча вот состоялась именно в эти дни, и надо сказать, что на следующий день, сразу же после того, как Дина отметила свой день рождения. Да. Динка, мы тебя искренне хотим поздравить, сейчас вот бурные аплодисменты, попросим запустить тоже. Вся страна, я думаю, конечно, кто ещё не поздравил тебя там в соцсетях, вовле лично сейчас, конечно, присоединяется к тёплым пожеланиям. Самое главное, конечно, продолжать также блистать, ну и всё новых и новых вершин, которых наверняка у тебя намечено немало. Спасибо. Ну, расскажи вкратце, как вчерашний день прошёл, потому что в твоих соцсетях фотография с поклонниками, с фан-клубом, какая-то встреча была. Да, да, мы ни разу ещё, честно говоря, вот за эти шесть лет не встречались с моими поклонниками так, чтобы это было вне концерта или вне какого-то там мероприятия. После концертов, да, мы периодически собирались и общались, там какие-то автограф-сессии проходили. А тут я решила, что раз я приехала в Москву, а я между двумя городами обычно нахожусь... По-прежнему Казань, да? Да, у меня Казань, Зеленодольск, Москва, я где-то тут между летаю, постоянно езжу поездами. И тут я решила, что очень хочется собраться и очень хочется, они часто меня просили, чтобы вот так встретиться, поговорить. Не скомканно после концерта, быстрее, быстрее. Ну, скажи, конечно, это же наверняка всё было в такой форме хвалебных от, пока каждый-каждый высказался. Ой, да, я честно говоря, я вся краснела, сидела, мне очень непривычно было, чтобы столько сразу всего хорошего обо мне говорили, очень приятно было. Они, конечно, молодцы, они всегда готовятся к каждому мероприятию и каждый раз придумывают какой-нибудь оригинальный подарок или оригинальный повод, как меня удивить и порадовать. Ну, это такая порция любви, конечно, в которой, наверное, каждый артист нуждается, да? Да, конечно, это очень приятно. Отличается это от концерта, скажи, вот по эмоциям, по той энергии, которую ты получаешь из зала, вот подобные встречи с фанатами? Это немножко другое чувство всё-таки. С концерта я понимаю, что я что-то отдаю и получаю взамен их аплодисменты, их цветы, отзывы. А здесь я, в общем-то, ничего не делала, я просто находилась там и выслушивала от них очень много приятных каких-то вещей, очень много вопросов. Я, можно сказать, почувствовала себя больше на интервью, нежели на концерте. И на дне рождения. Ну, такое очень доброе какое-то, вот такое позитивное интервью, потому что я сама у них расспрашивала вообще, кто чем занимается, откуда они приехали, я многого не знала о них. Такая дружеская встреча практически. Скажи, пожалуйста, а вот эти люди, твои поклонники, почитатели твоего таланта и творчества, они с тех самых времён, а с победы на проекте «Голос» или есть те, которые присоединяются там вот после каких-то концертов? Есть люди, которые присоединяются, да. Кто-то говорил, что вот мы тебя узнали после фильма «Кураж», где я озвучила, да. Я сыграла там небольшую эпизодическую роль и озвучила весь фильм, все песни там спела. И вот они говорили, что мы с тех пор как-то узнали о тебе, решили пересмотреть и поняли, кто ты и что ты за артист такой. Начали ездить по концертам. А есть люди, которые уже посетили, ну, я не знаю сколько, но больше 20 точно концертов моих сольных, причём не только в Москве. Они ездили за мной по городам России, и это, конечно, вообще что-то для меня невообразимое. Я долго спрашивала, кем же вы работаете, что можете так уехать. Но вот, оказывается, есть такие понимающие начальники, которые отпускают и позволяют вот так вот ездить по России, путешествовать, смотреть и помогать своему любимому артисту. Диночка, не так давно у тебя появился новый клип. Да. И песня. Пятый элемент. Потрясающая работа. Спасибо. И сегодня в нашем эфире мы с огромным удовольствием всё это презентуем для наших зрителей и слушателей. Конечно, попросим и тебя непременно рассказать, но это будет чуточку позже. Я просто специально делаю зацепочку, чтобы все оставались у своих экранов, да. Но прежде я хочу с тобой вот ещё о чём поговорить. Ты знаешь, что на сегодняшний день в поисковике, в интернете, если вбивать Дина Гарипова, что выходит? Что в первую очередь предлагают кликнуть на что? Не знаю. Ты знаешь, это даже не голос, это даже не Евровидение. И это даже не пятый элемент, хотя всё это есть ниже строчками. Но самая первая строчка выходит, это Дина Гарипова и Сергей Жилин поженились. Да, это я видела. Я смеялась тоже очень, но ты знаешь, почти поверила даже. Я стала искать. Там даже мы почти поверили, у нас уже шутки начались на эту тему. Так ладно бы, если бы такое было просто сообщение и уточка, там есть даже целое какое-то интервью, якобы твое, где ты рассказываешь, как ты сильно любишь, уважаешь. Но вот правда есть один момент, о котором можно задуматься. Там написано, что Сергей Жилин пока не очень известный пианист. Там есть ещё моменты, да, там много таких моментов. Это очень смешно. Они взяли просто интервью, которое я давала ещё после своей свадьбы, и объединили их с какими-то добавочными материалами, которые, видимо, они сами придумали. Но это было смешно. Ну, поводом-то послужил, конечно, не просто ваш роман, а концерт, который до этой осени в октябре, прошлого года, естественно, состоялся в Государственном Курилёвском дворце. Много где об этом говорили, вы на эфир ходили, тоже рассказывали. Ну, сама эта история с Сергеем Сергеевичем, она как возникла? Я, честно, очень хотела сделать концерт в Кремле, и мне было интересно поработать именно с этим оркестром, с фонографом. И когда мы были просто на одной из репетиций какой-то, ну, естественно, ещё не к этому концерту, а просто я приехала в фонограф, к ним в студию репетировать, и зашла к Сергею Сергеевичу в кабинет, и решила с ним поговорить на тему, а вот не хотели бы вы сделать концерт? Он говорит, ты знаешь, я вот тоже думала об этом, и у меня вот почему-то складывается такое мнение, что именно вот нам надо сделать его вместе, и что это будет очень интересно. То есть просто совпало всё? Да, у нас вот как-то всё совпало, потому что и от него инициатива шла, и от меня шла инициатива, и я как-то зацепилась за эту мысль, мы с ним начали думать, что мы можем спеть вместе, какие номера можем совместные придумать. Сергей Сергеевич же с тобой впервые запел на сцене большой? Ну, он где-то, да, он пел, конечно, до этого, но вот так, чтобы прям полноценный ещё большой дуэт, да, мы с ним, конечно, ещё спели. Хотя, по-моему, был какой-то эфир, где он пел с Анжеликой Варум, по-моему, он выступал. Ну, возможно, это не такой успех имело, как именно ваше сотрудничество. Ну, не знаю. Но, в общем, как он сказал, Дина, ты меня научишь немножечко петь, а я тебя научу джазу. Я думаю, конечно, Сергей Сергеевич сейчас с своей стороны, он, в общем-то, подошёл-то как раз очень ответственно, он понимал, что рядом должна быть очень крутая вокалистка, ну, просто очень. Ой, ну, спасибо. Только в этом случае, ну, мои, может быть, там, не совсем выдающиеся какие-то данные, зритель простит, потому что один-то всё на себя будет одеяло, что называется, перетягивать. Нет, он очень хорошо работает, и он очень самокритичен к себе. Каждую репетицию он просто домучивал себя до такого состояния, что говорит, сейчас я ещё останусь, я ещё попою, ты езжай, а я ещё останусь. Это прям очень ответственный человек. Всё прошло успешно, Аншлаг, есть ли мысли о продолжении этого тандема, какие-то подобные мероприятия? Я буду рада очень. У нас есть какие-то ближайшие ещё мероприятия, где мы встречаемся, и Сергей Сергеевич периодически привлекает на какие-то свои концерты меня выступить в качестве приглашённого гостя, артиста, и я периодически тоже прошу Сергея Сергеевича где-то мне помочь, подыграть. В общем, мы продолжаем. Да, не знаю, как насчёт какого-то большого совместного тура или чего-то вроде этого, но мысли есть. Не знаю, воплотятся ли они в жизнь, и как они воплотятся, стараюсь не закатывать. Да, время покажет, всё верно. Дина, давай мы сейчас посмотрим твою работу под названием «Ты для меня», а ты нам расскажешь о ней что-нибудь. Хорошо, сейчас или после клипа? Да-да-да, можно, давай, начнём пока. А, ну хорошо. «Песня «Ты для меня» — это моя первая творческая авторская работа. Авторская, значит, и слова твои. Да, и слова, и музыка мои. Сначала я написала песню на татарском языке, на слова Габдулы Тукая, и вот музыку только я придумывала, а теперь решила, что хочу сделать какую-то уже полную композицию, которую сделаю от и до самостоятельно, и в больших муках творческих это происходило, честно, потому что мне постоянно что-то не нравилось, и я постоянно пыталась найти то самое звучание, как я хотела бы, чтобы это было, и замучила, наверное, всех аранжировщиков, звукорежиссёров и работников студии, потому что хотела вот то, что я слышала у себя в голове, но не могла это точно рассказать и представить, как это должно получиться. Ну и песня писалась под «День семьи, любви и верности», и мне хотелось, чтобы это было что-то очень доброе, светлое, понятное каждому. Маме понравилось? Самое главное. Мама одобрила, поэтому я со спокойной душой уже вот запустила эту песню и сняла такой тоже семейный клип. Лучшее в стране. Программа продолжается. Дина Гарипова сегодня у нас в гостях. Дина, спасибо за эту потрясающую работу, очень красивый клип и песня проникновенная. В твоём репертуаре, ну, все об этом знают, конечно, о песне твоего авторского сочинения, о песне на разных языках и других авторов. Кстати, не расширилась эта перечень языков? Ну, русский, татарский, французский, английский, итальянский. Может быть, какой-то ещё эксперимент был, пока мы пропустили? Эксперимент был на грузинском языке эксперимент, но я сейчас это не повторю уже. Так. Был на немецком языке эксперимент, но это я тоже уже вряд ли повторю. Ну, в общем, всё-таки расширяется как-то багаж. Да, по чуть-чуть, да, экспериментирую. Я была просто в Германии несколько лет назад, и меня попросили принять участие в записи песни для, там, по-моему, фестиваль благотворительный какой-то был. И вот прислали мне этот припев на немецком языке, и со мной занимались. Ой, это надо было видеть, просто для меня это совсем-совсем-совсем новый язык. Ну, да, потому что тебя очень хвалили, что французский, и у тебя там способности очень большие. Да, понятно, английский, итальянский, а вот с немецким пришлось потрудиться. С немецким, да, нужно было потрудиться. Правда, это очень такой непохожий на то, что я обычно исполняла, но я попыталась. Песня, которая скоро появится на просторах интернета и в эфирах, я надеюсь, тоже каналов и радиостанций, с Сергеем Жилиным. Она на каком языке написана? Песня с Сергеем Сергеевичем написана на русском языке. Прекрасно. Потому что мы же, как бы, стараемся работать на нашу страну, и очень хотели написать песню на русском языке, чтобы она была зажигательная, яркая и запоминалась людям, которые будут слушать эту песню. Вот в этом, кстати, у нас, да, впервые Сергей Сергеевич у нас запоет песню не кавер, а именно новую песню, написанную специально для нас. Кто писал слова? Так, ну, пока... Ну, не ты, да? Не ты. Я хотела узнать, главное ты или не ты. Нет, слова не я. Пока интрига. Так, ну, уже же, по-моему, можно название рассказать, да? Концерт ваш назывался «Неслучайное совпадение», а песня теперь «Неслучайная песня». «Неслучайная песня». Ну, мы долго думали, как ее назвать, и брали кусочки припев, начало куплета, но все сошлись на «Неслучайной песне», и так ее теперь все и называют. Ну, и хорошо, ждем с нетерпением, потому что это, правда, очень любопытно, тем более, что здесь армия огромная Сергея Сергеевича ждет, ну, и, конечно, твоя армия также ожидает этого нового вашего, новой песни, которая действительно прям новая-новая, включая текст, музыку и так далее. Диночка, что касается песни и клипа «Пятый элемент», давай потихонечку уже будем подбираться, наверное, к этой самым премьере. Расскажи мне здесь, кто является автором. Почему твой выбор пал именно на эту работу? Ставки сделаны. Вот буквально, не соврать бы вам, за пять минут, наверное, до того, как мы вышли в эфир, мне как раз звонил этот человек. Видимо, он чувствует, что сейчас мы будем об этой песне разговаривать. Не успела я с ним еще пообщаться, но после эфира я обещаю, что перезвоню. Это Леонид Гудкин. Это человек, который написал, ну, был одним из авторов песни моей на Евровидении, когда я ездила. И сейчас тоже поедет песня Юлии, которая тоже, он принял участие в написании этой песни. И мы с ним поддерживаем связь, поддерживаем дружбу. Он периодически мне тоже звонит и говорит, что у меня появилась новая интересная мысль или новая песня, может быть, заедешь, послушаешь. Предлагает, да, какие-то варианты. И вот именно эту песню он позвонил мне и сказал, Дин, ты знаешь, мне кажется, вот это твоя. Это твоя песня, я тебе ее сейчас пришлю, ты ее послушай и скажи мне свое мнение. Я ее услышала и, честно говоря, у меня сразу как-то вот в голове, видимо, щелкнуло, что точно, я хочу ее спеть. А бывают такие моменты, что сомнения какие-то, да, вкрадываются? Бывают, конечно. Что, может быть, не мое, не знаю, как-то некомфортно, да? Бывают песни, да, которые слушаешь и понимаешь, что, да, наверное, она хитовая, она интересная, но вот что-то в ней не мое, что-то, она какая-то чужая, хочется то ли изменить в ней что-то, то ли добавить что-то. И когда уже начинаешь слишком много копаться, ну, песня вряд ли получится хорошая. А здесь важно что, текст, музыка или то и другое? Гармония, наверное. Здесь важно, чтобы логично все совпадало. И в пятом элементе тоже есть какие-то слова, которые запоминаются, может быть, там, необычное созвучие слов, которое тоже ложится сразу на ухо, и начинаешь лучше запоминать такие песни. Пятый элемент. Ты довольна сама этой работой. Что касается съемок, здесь как твоя работа проводилась? Активно или ты просто пришла в назначенное время, в назначенное место и исполнила задачу поставленную? Активно. Вообще эта песня, она имеет такую долгую жизнь, потому что в первый раз, когда мы ее записали, нам вроде бы все понравилось, но почему-то вот я не хотела ее еще выпускать. Как-то не было повода. То есть вот вроде где-то можно ее спеть, а я думаю, ну, может быть, еще подождать. И я ее почему-то берегла. Но какой-то определенный вот тот самый случай. И спустя, наверное, год получилось так, что мы ее переслушали заново и решили, а вот вы знаете, мне кажется, ее надо перепеть. Вот подумали мы так и решили, что давайте ее перепоем, перезапишем. Прямо с чистого листа. Вообще, да, все, перепоем. Что-то вот мне не нравится уже теперь. И мы ее перепели в разные микрофоны, на разных студиях. Там кучу людей привлекли, чтобы доделать ее. И она получилась такой, как мы ее уже себе представляем. И были полностью уверены, что все, вот сейчас мы точно готовы ее выпустить. Сейчас она нас абсолютно точно устраивает. И все нравится, как спето, как сыграно, как сведено. Но и насчет клипа тоже было очень много мыслей. И мы не сомневались, кому идти снимать клип. Это Рустам Романов. Мы с ним делали как раз вот прошлую песню, прошлый клип, который только что показывали и слушали. И обратились к нему. Тоже идей было много, и не сразу пришла та, которая в итоге получилась. Но мы тоже накидывали какие-то мысли. Свои варианты, да? Да. Думали, где это лучше сделать. И когда нам предложили вот ту локацию, которая уже сейчас в клипе, мы поняли, что вот это точно. Вот это оно. И дальше уже мысль пошла. И мы начали быстро-быстро все это воплощать в жизнь. Скажи, ну я вот просто уверена, что поклонники твои ждут-то от тебя, может быть, даже больше еще клипов чаще выпускать. Да, я не спорю. Я с удовольствием вообще буду это делать. Но, как я часто говорю, я не за количество, а за качество. И будем стараться выпускать те песни, в которых я, опять же, буду уверена на все 100%. Ну, учитывая, как ты переписываешь все это в разных студиях, ты проделываешь колоссальную работу, конечно, да, скорости здесь приходится только мечтать. Да, но главное, что вот мне не стыдно за то, что мы сделали, и мне нравится то, что в итоге получилось. Я надеюсь, что это понравится и слушателям, и зрителям. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. У нас сегодня Дина Гарипова в гостях. Друзья, новый клип, новая песня «Пятые элементы». Премьера состоится буквально через несколько минут. Вы уже что-то услышали про эту работу. Если слушаете нас и смотрите с самого начала, если нет, ну, дожидайтесь тогда уже самой премьеры. Я же пока хочу с Диной немножко поговорить вот о чем, ну и заодно рассказать, кто, может быть, тоже немножко уже путается в показаниях. Потому что, ну, можно тебя увидеть и на афишах, и в твоих социальных сетях, твои выступления или так или иначе твое нахождение в Градске Холле у Александра Градского. Что, собственно, многие думают, что, возможно, он является твоим продюсером, как повелось он со времен победы в проекте «Голос». Так это или нет, давай расскажем всем и развеем все сомнения, наверное. Ну, продюсером моим он не является. Он сам изначально, когда еще был телепроект «Наш сезон», он сразу говорил, я не продюсер, я не хотел бы и не могу, наверное, заниматься вот так вот вами, как артистами постоянно. То есть он все-таки и сам еще гастролирует, и постоянно тоже дает концерты, занимается своей творческой деятельностью. И плюс у него сейчас еще театр. Он говорит, я просто не решусь, наверное, на это, но я буду вам помогать. Но он сдержал свое слово, это правда. И когда открылся его театр, он сразу пригласил нас в качестве артистов театра и сказал, что это будет ваш тыл, это будет ваш дом, в который вы можете приходить, когда вам нужно. Вы можете обращаться ко мне с любым вопросом, я буду вам что-то подсказывать, помогать. И периодически буду приглашать вас на какие-то свои мероприятия театра. Ну, это так и получается, да, он иногда зовет нас на какие-то сборные концерты по определенным тематикам, или вот проводит сольные концерты, которые у меня как раз было в декабре у него, сольный концерт в Градске Холле. И в этом году опять будет тоже в декабре уже два концерта. Мы решили поставить. Расскажи, пожалуйста, на правах бывшего наставника позволяет себе, Александр Борисович, вот после твоего выступления подойти и опять-таки по привычке поставить, начать делать замечания, что-то показывать и говорить, ну вот это было зачем, а вот тут можно было вот так. Да, но он это старается делать на репетиции. Не после выступления, да. На репетиции он может остановить и сказать, Дин, вот тут вот давай, вот здесь чуть-чуть потише, вот здесь чуть-чуть погромче, вот здесь вот там сделай такую эмоцию. В общем, подсказки он дает, конечно. После выступления он может позвонить. У него есть такая тоже привычка, хорошая привычка, такая примета, что после нашего выступления, если он увидел где-то нас по телевидению, на любом концерте он может позвонить и сказать, либо там, как это было хорошо, либо, Дин, зачем ты туда пошла? Даже так. Всякое бывает, да. Но он обычно тоже свое мнение не навязывает, не настаивает, и он говорит, что ну вот я бы не пошел, но если ты хотела, то, конечно, ну понятно, ну хорошо. Хотела, выступила, ладно, тебе виднее. Ну и все. Либо я с ним советуюсь перед каким-то участием в мероприятиях, он может тоже высказать свою точку зрения, но при этом сказать, но ты все-таки должна поступать так, как ты решишь. Я тебе скажу все, что я думаю, а ты сама уже решай. В общем, у Дины Гариповой никаких продюсеров, никаких обязательств, да, есть только хорошая команда, есть, не знаю, приятельские, дружеские отношения с музыкантами, а все остальное самостоятельно. Тяжело тебе? Хрупкой? Нет, не тяжело. Мой девочкой? Нет, у меня очень хорошая команда, у меня замечательные ребята, со мной вместе работают и идут уже не первый год рядом, и музыканты есть, с которыми я работаю. Нет, ну ты сейчас в основном работаешь не просто с музыкантами, а с симфоническими оркестрами. Да, и оркестры есть, с которыми я тоже дружу и выступаю тоже на многих мероприятиях, так что у меня огромная поддержка, и мне не приходится все возлагать на свои плечи. Есть люди, которые мне немножко помогают разгрузиться и берут на себя огромную часть вопросов, которые я просто не в состоянии, наверное, решить, какие-то организационные моменты, может быть, а я стараюсь больше уйти в творчество, меня чуть-чуть освобождают от всего. У тебя уже не раз был большой гастрольный тур по всей стране, нашей большой необъятной. Планируется ли, скажи, пожалуйста, очередной, если да, то примерно когда приблизительно он может стартовать? Я обычно не рассказываю о каких-то датах, если они точно уже не стоят у меня в графике, поэтому не могу сказать пока по поводу того, когда. Да, но однозначно тур будет, и он будет посвящен выпуску нового альбома, на котором мы сейчас работаем. Второго твоего? Да. Ну, значит, работа кипит сейчас над этим альбомом. Работа кипит, да, работа кипит, общение с многими тоже поэтами, авторами, музыкантами, мы ищем новые песни, что-то уже нашли, что-то уже пробуем записать. В общем, работа, да, она идет, посмотрим, как у нас все это получится. Такие песни тоже будут в этом альбоме планироваться? Я стараюсь. Я стараюсь сейчас, да, тоже что-то... Продвигать свои песни, да? Ну, не то, чтобы продвигать, я стараюсь хотя бы написать свои песни, потому что это тоже мне дается не всегда просто, это должна вот прийти какая-то волна настроения и вдохновение, наверное, чтобы написать что-то такое, что мне точно понравится. А так, в общем, диктофон в телефоне включен практически постоянно, я что-нибудь напеваю, через там где-то неделю переслушиваю, думаю, что из этого может иметь дальнейшую жизнь, а что точно нет, и выбираю из этого, пытаюсь развить как-то эту историю. Дина, ну, скорее всего, презентация альбома, и, возможно, потом гастроли, они будут тоже с оркестром? Посмотрим. Или не обязательно? Может быть, и не с оркестром, может быть, и с оркестром. По городам России ездить, конечно, с симфоническим оркестром — это тяжеловато. Может быть, в крупных городах, да, это может получиться. Ну, а для тебя самой лично, вот если бы была воля, возможности, все города бы у нас жили дорого-богато и могли бы себе это позволить, ты бы с оркестром постоянно везде выступала? Ну, наверное, не везде, в зависимости от того, какой у нас получится альбом. Потому что если это будет альбом такой оркестрового звучания, то, конечно, там без оркестра никак. А если же мы немножечко уйдем с настроением куда-то в другую сторону, то там уже пойдут такие больше аранжировочные дела, и где будет достаточно, наверное, музыкального состава такого костяка, который ездит обычно по турам, там бас-гитара, барабаны и клавиши. Ну, для тебя вот твои личные ощущения, когда ты стоишь на сцене одна, и когда за тобой еще несколько, там, не знаю, десятков музыкантов? Конечно, с музыкантами поспокойнее. Тут, когда один, ну так, немножко сложновато, потому что понимаешь, что ты один должен держать весь зал в каком-то настроении определенном, своей песней или всего концерта. Это, конечно, не так просто. А когда ты вместе с коллективом или с оркестром стоишь на сцене, то тут уже получается совместная работа, и уже можно немножечко пообщаться, походить по сцене, и плюс звучание, конечно, другое, когда играют живьем музыканты. Каждый раз это может быть что-то новенькое. Друзья, ну, сейчас у нас запись, конечно, это новый клип, это новая песня Дины Гареповой «Пятый элемент». Пожалуйста, ближе к своим телевизорам, гаджетам, приемникам, громкость тоже максимум, получайте удовольствие. Ну, а после чего мы продолжим общаться с Диной. Сквозь огни всех миров, сквозь миллионы дорог, я иду столько дней, чтобы ты найти меня смог. Ты узнаешь меня по своим приметам, Ты увидишь, что мы с тобой с одной планеты. И будем вместе триста лет, Расстояния смысла нет, Смотри, внутрь меня ответ. Я твой пятый элемент. Я твой пятый элемент. Сквозь чужие глаза Ты тоже ищешь меня. Этажи серых дней Снова мимо пройдя, Но ты узнаешь меня, Расскажешь все секреты. Теперь ты видишь, что мы С тобой с одной планеты. Мы будем вместе триста лет, Расстояния смысла нет, Смотри, внутрь меня ответ. Ответ. Я твой пятый элемент. Я твой пятый элемент. И будем вместе триста лет, И будем вместе триста лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое Ну, поскольку, значит, одним из авторов песни является Леонид Гудкин, да, он же уже не раз для Евровидения писал, в том числе вот сейчас для Юлии Соболовой также пишет немножко об этом проекте. Голос и Евровидение. Голос победы. Евровидение — пятое место, но очень достойное выступление. Конечно, скорее всего, ты со времен своего участия продолжаешь следить за этими проектами. Да, я, конечно, я смотрю и за голосом, и за Евровидением, и каждый раз слежу, каждый раз переживаю, болею и пытаюсь угадать, кто победит, но не всегда попадаю. Наверняка ты сравниваешь со своим участием, да, с теми временами, когда ты участвовала? Да, конечно, без этого никуда, никак не получается, потому что, когда ты видел это всё изнутри, и это уже прожило, это этап твоей жизни, как говорят, по себе не судят, а вот, ну, по-другому не получается в моём случае. Посещают ли такие мысли, например, если говорить про голос, что вот, нет, вот наше участие там, вот это были артисты, сейчас, конечно, как-то не то. Нет, такого нет, такого нет. Есть то, что меняется голос, вот сам проект меняется, и я не могу даже объяснить, ну, в чём именно. Я знаю, что туда приходят с каждым годом, по-моему, всё сильнее и сильнее участники, и там конкуренция становится просто невероятной. И я помню, как это у нас происходило, мне кажется, у нас это было так всё как-то, как в школе, вот мы до сих пор встречаемся, у нас как, это, встреча выпускников. Мы все друг друга поддерживаем, смотрим, я не знаю просто, как сейчас точно происходит вот в следующих уже проектах, но я вижу, насколько сильно люди борются за свою победу, насколько сильно они хотят победить. И, ну, они молодцы, конечно, они работают над собой, и они, вот, ну, действительно, очень большие профессионалы участвуют. Большое различие, наверное, заключается в том, что, когда приходили мы, мы не знали ещё, что это будет за проект, и мы не знали, к чему это всё приведёт. Конечно, да, и зрители точно так же смотрели, ещё не понимали, что это как. Да, что это было что-то новое для нас, а сейчас люди уже понимают, что это за конкурс, и что принесёт тебе победа, ну, может принести тебе победа, там, естественно, уже как, у кого жизнь сложится в дальнейшем. И очень много стало людей, которые приходят уже, это не первый их конкурс, то есть ты уже замечаешь людей, у которых есть какой-то свой творческий багаж. Да, 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 очень много таких стало. Да, даже со второго сезона я помню, что были люди, которые приходили, у них уже были написаны альбомы, то есть они уже полноценные артисты сложившиеся, им нужен повод, чтобы их увидели и услышали. И вот тут они появляются. Ну, и это является таким хорошим трамплином для них, тогда они получают ещё большее количество подписчиков и так далее и тому подобное. Евровидение, готова ты была бы ещё раз пройти через это испытание? Я сомневаюсь, честно, потому что это было очень волнительно, это было сложно, но в то же время я очень, ну, с улыбкой, наверное, вот какой, с добрыми чувствами вспоминаю этот конкурс, и даже мама, она ведь ездила тогда со мной, она тоже вспоминает и говорит, я когда сейчас вижу этот конкурс, я вот переживаю заново, и я понимаю, что эти люди прошли до того, как выйти на сцену, потому что мы видим только результат работы. А работа начиналась, ведя долго до. Это и Евро-тура, и представление своей песни, огромное количество общений с журналистами, не только из своей страны, но и из разных других стран. И, конечно, там в разные годы бывает по-разному, но я слышала, меня пугали, что там будет давление, что тебе там будут подсыпать стёкла в туфли. Я думала, боже, какой кошмар, там было двое девушек, которые у меня вот занимались исключительно платьем, они смотрели только за ним и никуда не уходили, никому его не отдавали, всё. А это вот охранники прямо отвечали головой за это платье, туфли и за всё остальное. Но мне настолько повезло, что у нас вот тоже получился год очень каким-то светлым, добродушным, и даже некоторые участники, ну не участники, а те, кто приходит, не первый год уже приезжает на Евровидение, просто как в качестве журналистов или поклонников этого конкурса, тоже многие говорили, что этот год чем-то отличается. Вот этот год, правда, видимо, чем-то отличался, и он был, ну, очень запоминающимся, добрым, светлым, и со многими мы сейчас продолжаем даже общение, переписываемся вот так по социальным сетям. Подобное волнение ты с тех самых пор перед каким-то выступлением испытывала или уже ничто не сравнится? Ну, там, конечно, очень было волнительно, да. Но я порой волнуюсь также, наверное, может быть, близко к этому волнению перед премьерой песни. Вот когда это презентация, я тоже очень сильно волнуюсь, и меня прямо трясется изнутри что-то, сердце колотится, и я не знаю, как себя взять в руки. Но тогда мне помогала команда моя тоже на сцене, которая со мной была. Они подходили, брались мы за руки и говорили, что давайте сделаем так, чтобы это было лучшее шоу нашей жизни. И даже если мы сейчас что-то сделаем не так, ну, сделаем это с удовольствием. Когда на Евровидении ты выходила уже на сцене, что-то ты себе говорила сама, какие-то слова про себя? И сейчас что-то перед выходом на сцену ты говоришь? Дина, давай, или что-нибудь такое? Нет, я проговариваю текст. Слов, чтобы не забыть. Да, чтобы не забыть, потому что иногда от стресса или что-нибудь, хотя я не сильно поддаюсь обычно этому, но всё равно от переживаний может что-то такое случиться, и вдруг вылетит текст из головы. Я стараюсь просто проговаривать его, пропевать, вспоминать, что именно я должна сделать на сцене, и уже погружаться больше в песню, чем в какие-то... Практически мантра такая, какая-то, да, сочет. А Евровидение 2018, детский конкурс. Ты к нему какое отношение имеешь? Я буду сидеть в качестве члена жюри в национальном отборе. Отборе. Да, мы будем выбирать того представителя, который поедет от нас вот на Евровидение, от нашей страны. Академия Игоря Крутого. Видела у тебя тоже в соцсетях несколько фотографий. Значит ли это, что ты уже преподаешь, занимаешься с детками? Нет, я не преподаю. Время от времени. Нет еще? Нет, мы просто с ними очень дружим, и часто вместе выступаем где-то на концертах, написали тоже песню специально для нас, где мы её теперь исполняем. «Время пришло» называется. Эту песню тоже уже я так поглядываю периодически, она пошла в народ, она нашла свою жизнь. И очень много коллективов детских в разных городах России, кстати, за пределами тоже, перепевают эту песню. Это, конечно, очень радостно, когда вот песня, написанная специально для нас, которую мы исполнили, что её услышали, она понравилась, и её теперь поют. В Татарстане, скажи, ты являешься заслуженной артисткой на Республике Татарстан. Понятно, что там любовь всех безгранична просто к тебе, но на сегодняшний день ты можешь себе позволить спокойно пройти по улицам, не знаю, Казани или Зеленодульска? Да, абсолютно спокойно, конечно. У меня, видимо, я в жизни выгляжу немного иначе, чем на телевидении. Ну, конечно, не в концертном платье по улице. Да, то есть одно дело, когда идёшь с прической, макияжем на каблуках, там, да, там узнают обычно. А если я выйду, не знаю, в кроссовках или там в ботинках, пуховике и шапке, меня мало кто узнаёт. Даже вчера у нас была смешная ситуация, когда мы встретились вот как раз с моими представителями сообщества. Там стояла женщина при входе, одна тоже из них же. Не простила? Нет, она спросила фамилию, что по списку проверяла. То есть там, естественно, мы заранее подготовили, чтобы узнать, чтобы прошли все только свои. И она спросила мою фамилию по списку и не узнала меня. Это было очень забавно. Я поняла, что, ну, видимо, пуховик тоже знает, что делает. Да, что, да, что, что. Дива, дива просто зайдёт. Хотя она меня видела уже до этого неоднократно. Ну, скажи, подобные истории, когда ты спокойно можешь себе позволить пройтись по улице, и никто не подойдёт, они тебя радуют или, наоборот, огорчают? Да нет, они меня не огорчают нисколько. Мне абсолютно спокойно, нормально. Я понимаю, что, ну, вот даже я, когда иду по улице, я не сильно всматриваюсь в лица людей, поэтому вполне могу пропустить, я не знаю, там, Диму Билану мимо и не замечу его, наверное. Хотя его сложно не приметить. Ну, или там Филиппа Киркорова. Ну, всякое бывает. И тут я тоже думаю, я ещё совсем не Филипп Киркоров. И меня спокойно можно не приметить. И плюс я ещё не высокого роста. Ну, ты, во-первых, ещё в два раза ровно, если не в три ниже Филиппа Бедрюсовича. Конечно, да. Вот, я как-то за ним пряталась, кстати. Это было очень удобно в аэропорту, когда он шёл впереди, я так сзади. Меня вообще было не видно. Слушай, действительно, очень удобно, да. Особенно если плащ артист на себя наденет, на него можно вообще будет припрятаться. Так, Денечка, друзья, у нас сейчас будет короткий небольшой перерыв, после чего мы ещё пообщаемся едино. Я хочу пока есть буквально 30 секунд спросить, как дела всё-таки обстоят с продолжением актёрской твоей карьеры. Потому что есть интервью, в котором ты говорила, что ты бы хотела получить, возможно, профессиональное актёрское образование. Был опыт прекрасной работы, да, фильм «Кураж», где ты снялась. Озвучка мультфильмов «Рыбка», что-то, возможно, ещё было. Принцесса была, да, «Бременских разбойников». И «Принцесса». Скажите, открыта ли ты к предложениям, и по-прежнему ли тебе хочется отучиться, может быть, ну или сняться, как минимум, фильм? Отучиться пока не знаю, потому что всё-таки, когда поступаешь в какие-то театральные или музыкальные вузы, там требуется постоянное присутствие. В моём случае я всё-таки часто разъезжаю по городам и могу много пропускать. Это просто нечестно будет с моей стороны. И не знаю, получится ли у меня что-то с этим сделать. Но если вдруг у режиссёров есть какие-то идеи, им нужны артисты без актёрского образования, то я открыта, конечно, к приглашениям. И частенько мне тоже звонят, просят озвучить какие-то фильмы, записать саундтреки. Мне это интересно, правда. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Дина Гарипова у нас сегодня, друзья, в гостях. Наконец-то общаемся мы с артисткой. Поздравляем в очередной раз с днём рождения, с прошедшим, Диночка. Спасибо. И с новой потрясающей работы «Клип и песня». Я думаю, что это такой подарок в честь своего день рождения всем поклонникам, всем-всем-всем, кто давно ждал от тебя новых клипов. Ну и прекрасное украшение для телерадиоканала «Страна.ФМ». Дин, я хочу тебя вот о чём спросить. В тот самый момент, когда ты прошла кастинг на «Правит голос», если верить интернету, там и информация, которая блуждает на просторах всемирной паутины, ты практически одновременно прошла кастинг на британское подобное шоу. Да. И сделала выбор всё-таки в пользу нашего российского, ну, именно голоса на Первом канале. Какие мысли по этому поводу у тебя в голове были после этого? Были ли мысли всё-таки, что, может быть, стоило попробовать? Интересно, как бы всё сложилось. Да я решила, что я успею попробовать, если вдруг мне захочется, раз уж я там прошла как-то, значит, второй раз могу пройти, если вдруг. А тут получилось, что это не совсем синхронно вышло. Подавала заявки я, да, я подавала одновременно. Это был «Britans got a talent», «Британия ищет таланты». И это был тот самый конкурс, в котором можно было участвовать не жителям вот той страны, где он проводится. Поэтому я решила попробовать свои силы. Но когда начался кастинг «Голоса», я прошла его, и мы уже отсняли слепые прослушивания. Я уже прошла в проект, то есть тут уже без вариантов я в проекте. То есть здесь уже гарантии какие-то есть? Да, именно в этот момент мне пришло подтверждение, что вы приглашены. И я подумала, что, ну, бросать проект бессмысленно сейчас, потому что здесь я уже вот что-то имею, у меня что-то уже получилось. Я решила, что, наверное, это судьба. И нисколько не жалела после этого об этом, потому что я потом посетила Великобританию и выступала там, пела, и какую-то свою мечту, наверное, детство. Вот выступить в Лондоне осуществила таким образом. Галочку поставила. Да, галочка есть. А какие места еще есть такие, которые очень хочется с самого детства посетить и выступить там? Ну, в детстве я хотела выступить на премии Грэмми. Ну, отлично, да. Это нормальная мечта абсолютно. Да, ну, в детстве я думала, что, ну, надо просто петь, и тогда вот тебя пригласят туда. Конечно, когда я подросла, поняла, что этого недостаточно. И нужно много всего сделать, чтобы получилось у тебя до туда дойти. И пока эта мечта сохраняется даже в какой-то мере, может быть, когда-нибудь у нас получится. Пусть эта галочка пока у меня там хранится. Пусть она будет. Один удивительный тот факт для многих, что у тебя нет высшего музыкального образования. Уже есть. Так, рассказывай, когда ты успела. Я, да, я тихая такая, тихо-тихо иду. Ты же вот все журналистское образование получала. Да, я получила как раз после Евровидения, по-моему, это 13-й, нет, через год после Евровидения я закончила журналистики факультет в Казани, в университете государственном. И после этого вот у меня начались гастроли, туры, перелеты, переезды. И постепенно я уже с Александром Борисовичем советовалась, с Градским, на эту тему. Он мне сказал, Дин, тебе вот надо бы получить, конечно, образование. И, ну, как он выражается, не столько для того, чтобы там чему-то тебя еще доучили, хотя это тоже не исключено. Ну, что, моду знаешь, попадаешь. Что, говорит, я тебе сам подскажу, где надо, где тебе что надо будет сделать. Но больше вот для того, чтобы ты сама в себе больше была уверена. И впоследствии, может быть, когда-нибудь тебе там вдруг дадут еще заслуженного артиста России. А для этого тоже надо все-таки в профессии получить какое-то образование. Я решила, что, ну, конечно, давайте попробуем. И он мне подсказал тоже место такое, в котором очень лояльно относятся к артистам, которые гастролируют. Понятно. И они понимают это все и не выгонят меня с первого же курса. И меня приняли в ИСИ, Институт современного искусства. Там я как-то так очень с ними подружилась. Они мне очень помогали. И пока я уезжала, они мне присылали задания на электронную почту. Потому что это эстрадное отделение? Я артист эстрады, да, вокалист, певец. И так вот постепенно я некоторые задания просто выполняла, пересылала как-то на расстоянии. Ну что-то тебе дало это обучение, если по-честному? Ну, уверенность оно мне придало, да, однозначно. То есть одно дело, когда про тебя говорят... Ну и документы просто об окончании. Документы, конечно, тоже очень важно, да, что оно у меня есть. Ну и просто для себя я поняла, что я теперь больше всего технически узнала. Конечно, не настолько, насколько я хотела бы, если бы училась там постоянно, как и все нормальные студенты. Но я всё-таки что-то восполнила, вот какие-то свои пробелы в памяти из музыкальной школы, которую ты уже не закончила. Ну ты продолжаешь тогда, может быть, самостоятельно что-то познавать, не знаю, как-то работать над вокалом? Возможно, кто-то из артистов уже из громких имён являются для тебя, может быть, каким-то таким авторитетом, кого ты слушаешь и пытаешься какие-то фишки у них перенять? Фишки? Нет, я особо не перенимаю сейчас, стараюсь обойти вот этот момент пародии. От себя идёшь уже, да? Да, я больше от себя иду, я больше сейчас, если мне что-то нравится, там, или я разучиваю какую-то кавер-песню, я её услышу там пару раз, чтобы просто запомнить мелодию, а дальше уже начинаю сама тренироваться, работать. Для меня лучшим занятием — это я дома включаю себе эти песни и начинаю просто их пропевать, иногда записываю себя, чтобы послушать, что, может быть, я сама не услышала, а вот на записи это вдруг выявится, и работаю уже над этим. Ну и плюс просматриваю свои эфиры, конечно, чтобы сделать какие-то выводы. Динючка, ты молодец, невероятно. Спасибо. Я тебя искренне хочу поблагодарить за сегодняшний эфир. Конечно, мы ждём от тебя новый альбом, работа над которым сейчас идёт. Мы ждём, конечно, твоих концертов в Москве, новых клипов. Ну а пока у нас есть пятый элемент, значит, будем пока наслаждаться этой замечательной работой. Дина Гарипова, гостья программы «Лучшее в стране». Динючка, спасибо тебе огромное искренне, желаем успехов. Спасибо вам большое, хорошего дня, до встречи. До встречи. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова